Польша все-таки это была серьезная индустриальная страна и в советский период, и до советского периода. Там судоверфи все закрыты, известные, знаменитые судоверфи в Гданске, в Щецине. Крупные стали литейные предприятия уже на востоке закрыты. В центре крупнейшие гиганты, там производство, там нефтехимическая промышленность, там много было очень таких довольно высокотехнологичных предприятий, все закрыто. Сегодня 2 миллиона польских граждан живут за чертой бедности, а польские правозащитники бьют тревогу. В стране голодают 800 тысяч детей. 2 миллиона поляков уехали из страны в поисках лучшей жизни. Европейцам из богатых стран выгодно нанимать поляков, ведь они согласны даже на низкооплачиваемую и грязную работу. Нация сантехников, как вот знаменитый герой американских анекдотов, польский сантехник. Они собирают клубнику и овощи на грядках Германии, в Англии работают на стройках, ремонтируют квартиры, торгуют в ларьках и метут улицы. Ведь на их родине зарплаты нищенские. Единственное счастье, которого поляки добились, которого, кстати говоря, у крыльцевников в жизни никто не даст, это участие в Шенгенском соглашении, в том смысле, что безвизовое перемещение по всей Европе. И все. А взамен что? Взамен отсутствия рабочих мест. Очень мало денег. Такое тотальное обнищание населения. Причем обнищание, оно такое именно иезуитское. То есть никто не даст тебе умереть с голоду, свою миску бесплатного супа ты получишь. Но не более того. Но кому тогда хорошо жить в Европе? Аналитики говорят, в ЕС благополучно живется только старейшим странам Евросоюза, которые, собственно, его и создавали. Таким, как Германия, Голландия или Бельгия. Остальным, особенно тем, кто вошел в ЕС относительно недавно, живется не сладко. Германия и Франция это и есть Евросоюз. То есть что такое вообще Европейский союз современный? Это прямой сговор Германии и Франции под протекторатом штатов. Или, может быть, по штатовским методичкам, что ли. Германия, понятно, объединение Германии стоило огромные деньги. И нужно было каким-то образом все это дело оплачивать. То есть сама Германия никак в жизни бы не смогла оплатить объединение двух Германий. И, собственно, через эту схему глобализации Европейского союза, превращение Европейского союза из союза экономического, из союза угля и стали, в союз политический, то есть в Советский союз наоборот, собственно, и позволило Германии мало того, что оплатить все эти издержки, но еще и сохранить свою, ну, как бы, одну из самых сильных экономик в Европе. То есть введение евро, евро, что такое евро? Евро – это, как сказать, немецкая марка, поддержанная французами, да, ну, условно. Посмотрите, это две беднейшие страны ЕС – Болгария и Румыния. Обе вступили в Евросоюз в 2007 году в атмосфере всеобщей эйфории. Сегодня, спустя семь лет, экономики этих стран находятся в тяжелейшем положении, можно сказать, разорены. Посмотрите, это Болгария. Зимой 2013 года по стране прокатилась волна митингов. Счета за электричество в Болгарии в два раза превысили размер пенсии. Митинговать против повышения цен на электроэнергию на улицы вышли десятки тысяч человек. Болгария оказалась на грани отчаяния. Были зафиксированы даже несколько случаев самосожжения. Болгары поджигали себя перед зданиями госучреждений в знак протеста против бедности и коррупции. Одним из таких людей был 36-летний фотограф Пламен Гаранов – болгарский общественный деятель. 20 февраля 2013-го он совершил акт самосожжения перед мэрией Варны. Мужчина держал плакат с требованием немедленной отставки мэра Варны Кирилла Ерданова и всего городского совета. Когда Гаранов понял, что ЕС безразлична судьба болгар, он облил себя горючей смесью и черкнул зажигалкой. Вот это фото отца пятерых детей, 53-летнего Венцеслова Васильева. Он тоже поджег себя. После того, как потерял работу, и судебные приставы пришли описывать имущество в счет долга за коммуналку. Но как такое могло случиться? Ведь до вступления в ЕС Болгария была экспортером электроэнергии в Турцию, Грецию, Македонию, Албанию и даже Италию. Благодаря построенной СССР атомной электростанции Козлодуй. С точки зрения безопасности станция работала безупречно. Но она была советской. И ЕС выдвинул жесткое условие. Болгария должна закрыть 4 блока из 6, а потом и вовсе остановить станцию Козлодуй. Болгария – это страна, которую лишили собственной энергетики, хотя у них там была атомная электростанция, построенная при Советском Союзе. Здесь есть два пласта аргументов, которые применялись для закрытия этой станции. Прежде всего, фронтом единым выступали экологи, которые говорили, что станция будет вредна, ее пришлось закрыть. Аналогичные военные и энергетические объекты были закрыты во странах Балтии. Вот здесь, в городе Видин, находится когда-то важнейший порт Болгарии на Дунай. Сейчас порт на грани закрытия, а в самом городе чуть ли не волки воют. Подобные маленькие трагедии разворачиваются в каждом втором болгарском городке. Вот так сейчас выглядит металлургический комбинат в городе Кремовице. Три года назад это крупнейшее металлургическое предприятие Болгарии, которое давало работу тысячам людей, обанкротилось. Сейчас выставлено на продажу. А вот бывший свинцово-цинковый завод в Кырджале ранее принадлежал государству, сейчас продан за долги. Там наблюдается серьезный отток населения, как реакция на вот такое положение серьезного в экономике. Попадает рождаемость и снижается доверие к ЕС. Вот так видит сегодня болгарская подруга по несчастью, соседняя Румыния. 50 евро в месяц в Румынии считается нормальной зарплатой. 76% румын не могут даже мечтать об отпуске вне дома. 49% не имеют личного автомобиля. А 19% граждан не способны купить мясо, курицу или рыбу. В то время как собственное приусадебное хозяйство, чиновники ЕС, прещают. Вот местный фермер жалуется, что не может продавать молоко от своих коров, дескать, оно не попадает под евростандарты. Рожаи обесцениваются, поэтому люди живут очень бедно. Кстати, Испания тоже в свое время заставили перевезти своих коров. Чтобы испанцы не свое молоко пили, а покупали у Голландии. Голландские коровы ведь соответствуют евростандартам. Вы только вдумайтесь, ЕС выделяет испанцам субсидии не на то, чтобы помочь животноводству. Нет, фермерам дают деньги на то, чтобы они закрыли свои предприятия. С Прибалтикой чиновники ЕС поступили точно так же. Их стараниями прикрыты все перспективные предприятия. Посмотрите, вот бывший Рига Сельмаш, одно из крупнейших машиностроительных предприятий Латвии. А это бывший завод художественного стекла, знаменитый в эпоху СССР. Теперь здесь музей. Видимо, чтобы жители не забывали, что когда-то Латвия была процветающей страной. Литву ЕС лишила Игналинской атомной станции. Один только блок с лихвой покрывал все потребности страны в электричестве. А второй работал чисто на экспорт, питая Эстонию, Латвию, Россию и Белоруссию. Тоже неэмоциональная катастрофа. То же самое. Ведь вы посмотрите, производство все убито, практически все. Ну, кроме кое-где сохранилась сельскохозяйственная переработка, опять же, ориентированная в основном на российский рынок. А основная, опять же, основной сегмент занятости населения – это обслуживание, ну, сфера услуг. Все. И, опять же, стирочные эти все финансовые офшорные отстирки. То есть это превращение в, как сказать, в прислугу. То есть это вот государство-прислуги. Население полунищих стран спешно покидает родину и едет в зажиточную Германию или Англию. Но там их никто не ждет. Рынок работы переполнен. Например, полунищих прибалтов, мечтающих подзаработать в Европе, стало так много, что они попросту начали раздражать коренное население. Прибалтийские граждане в Англии, например, давно стали предметом анекдотов. Посмотрите, вот такую карикатуру на гастарбайтеров из Прибалтики недавно опубликовала британская газета «Индепендент». Это реклама популярной торговой марки «Теска». На ней изображена упаковка с законсервированными человеческими телами и надписями. Пачка дешевой рабочей силы и пригодится каждый литовец. Вот так в Европе относятся к прибалтам, которые так стремились в Евросоюз. Издеваются не только над Прибалтикой. Португалия, Италия, Греция, Испания. Страны с большими долгами и ухудшающимся уровнем жизни от более богатых стран удостоились уничижительной аббревиатуры «ПИКС», что в переводе с английского означает «свинья». Нынешний Евросоюз – это американский ультралиберальный проект, в котором граждане стали лишь помехой. Ничто в Евросоюзе больше не делается для их блага. Все крутится лишь вокруг денег, свободного экономического рынка. Только это теперь имеет значение. Теперь мы Европа, несущая деньги. Вот так вот все изменилось. А ведь все начиналось с Европы для граждан, для европейцев. Посмотрите, недавно крупная благотворительная организация Испании «Коритас» выпустила ежегодный доклад. Если еще пару лет назад благотворительными обедами пользовались только 400 тысяч человек, то в минувшем году за бесплатной тарелкой супа и каши стали регулярно обращаться уже 950 тысяч человек. Мало того, в Испании порядка 6 миллионов безработных, почти четверть населения. В два с лишним раза выше, чем в среднем по Европе. 300 тысяч семей лишились собственного жилья, потому что не смогли рассчитаться по процентам за ипотечные кредиты. Посмотрите, эти люди в белых масках – бездомные Мадрида. Маски они надели в знак того, что руководство ЕС не хочет видеть их ужасающего положения. Столица Испании уже переполнена нищими. Но никто не хочет замечать, что столько людей нуждается в еде, работе и крыше над головой. В соседней Италии уровень жизни понизился настолько, что в магазинах и на рынках начали воровать продукты, чего раньше не случалось. Интересно, что все эти факты отнюдь не мешают еврочиновникам, которые довели десяток стран до нищеты, заманивать все новых адептов. Правда, теперь уже не в ЕС, чтобы совсем не кормить, а предлагают на условиях ассоциации с ЕС. Вот Украина, Грузия и Молдова на это уже купились. И подписали договор, который уже скреплен кровью Одессы, Донецка, Луганска. Смотрите, какой ролик сняли для украинцев, как будто они европейцы. Вот это рекламный ролик Украины в ЕС. На самом деле, считают экономисты, украинцы никому не нужны. Богатым европейским странам просто нужны новые рынки сбыта своей продукции, такие как Украина и Молдавия. Странам предлагают отказываться от доли своего национального суверенитета во имя процветания, во имя того, что у вас будет высшее качество жизни, вы вступаете в элитный клуб. Ну, сегодня мы видим, что, видимо, это не совсем так. Эти кадры сделаны в декабре 2013 года в Луганской области, когда Киевский Евромайдан только-только начинался, и в стране еще не было гражданской войны. Посмотрите, жители протестуют против интеграции Украины с ЕС. Они топчут флаг ЕС. Не прошло и полугода, как на Луганщине, где были сняты эти кадры, началась уже настоящая война. Но соглашение о евроинтеграции, которое спровоцировало Евромайдан, все-таки было подписано. Посмотрите, 27 июня 2014 года, пока шли зачистки на Юго-Востоке, в самом сердце Евросоюза, городе Брюссель, как ни в чем не бывало, президент Украины вместе с лидерами Грузии и Молдовы подписывает соглашение об ассоциации с ЕС. Вот эти знаменитые кадры. Я подпишу соглашение об ассоциации, используя шариковую ручку, на которой написано «Ассоциация Украина-ЕС, Вильнюс, 29 ноября 2013-го». Тогда это не произошло. Но шариковая ручка осталась. Она демонстрирует, что исторические события неотвратимы. Вот так, одним рощерком пера, первые лица Украины, Молдовы и Грузии, по мнению экспертов, фактически отдали свои страны на разграбление Евросоюзу. То, что уже случилось с большей частью европейских стран, возможно, вскоре предстоит и Украине. Продолжение следует...